Поворот на восток с Николаем Вавиловым. Вдруг, как называет Си Цзиньпин своего визави в России Владимира Путина. Подписывайтесь на канал. Всех приветствую. Всех наших радиослушателей, зрителей. Подписывайтесь на телеграм-канал Китай Николай Вавилов. Самый большой в русском сегменте интернета. Есть еще ютуб-канал, где 200 тысяч подписчиков. На телеграм-канале 160 тысяч подписчиков. Полная информация о всем, что происходит в Китае. Без утайки, без пропаганды в самом плохом смысле этого слова. Западной, тайваньской, украинской и так далее. Максимальная объективность, максимальный охват источников. И самое главное, фильтр востоковедное образование профессиональное. И 10 лет проживания в Китае, работа с высокопоставленными китайскими чиновниками. Видение ситуации изнутри. Как говорится, я знаю, что я ничего не знаю. И как Си Цзиньпин говорил, Китай такая большая страна, и можно всю жизнь изучать и не изучить. Это китаец говорит. Что же нам там русским? Но на фоне этого, я знаю, что я ничего не знаю, но другие не знают и этого. На фоне этого масса расплодившихся телеграм-каналов, которые слышали звон, не знаю, Дион, чистая ловля хайпа, инфоцыганство в самом откровенном смысле. То есть люди просто не были в Китае, никогда пишут, что-то из головы выдумывают, но и постоянно заблуждаются и ошибаются насчет Китая. Выводы недальновидные и постоянно делают ошибки. Поэтому подписывайтесь, если еще не подписались. То есть все новости, которые мы здесь обсуждаем там, в течение недели прошедшей и в течение будущей недели, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей о Китае. Ну, мы с Павлом до программы договорились, что небольшое сделаем нас. Все-таки поздравим всех с праздником Победы. Пусть это было 78 лет назад. И уже праздник приобретает важное и патриотическое, но и историческое значение. То есть действительно была большая война. Только Советский Союз потерял, пусть меня Павел поправит, 27 миллионов человек. Это последние данные. Разные были данные. Там 7 миллионов военных и 20 миллионов гражданских жертв. То есть колоссальные потери. Это почти, не знаю, 20-15% тогдашнего населения Советского Союза. То есть война прошлась по всем. И история войн мировых, это, пожалуй, я не берусь говорить точно, но, пожалуй, это самая большая по числу жертв война. И поэтому, конечно, такой ураган по всей планете прошелся. И забывать, наверное, не стоит. И забывать не стоит, по какой причине. Система, которая сейчас сложилась, и она меняется, кстати говоря. Видно, что на глазах она рушится. Мы сейчас присутствуем преобразование действительно нового мира. Не хочу никого пугать, но действительно мир идет по... Многие уже говорят и в Китае, и в России к новой мировой войне. Это очень важно знать. Но мы всегда говорим, почему программа о Китае, а не о Великой Отечественной войне. А почему Китай здесь важен? Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что действительно... Я напомню слова Владимира Владимировича на Параде Победы. Помним и чтим подвиг Китая в битве с японским милитаризмом. А я напомню, добавлю вас, Павел, спасибо, что процитировали президента. А я добавлю, что это впервые указано в речи президента такое непосредственное отношение к памяти китайских наших друзей. И, как ни странно, я в Телеграм-канале написал пост на 9 мая, свой традиционный, но он сильно не меняется от года в год. Я примерно одно и то же, как традиция, праздники примерно повторяю. Но оказывается, что это вызывает реально удивление, как исторический факт, что, оказывается, китайцы огромную помощь оказывали нам тогда. Ну, кто-то даже доходит до безумия, пытается как-то это девальвировать, дезавуировать подвиг китайцев и так далее. Об этом стоит поговорить хотя бы пять минут, хотя бы из уважения. И не зря это Владимир Владимирович сказал, действительно, это очень важно. Вот почему он это сказал. Дело в том, что после провокации на острове Даманском в 1969 году, который устроил Мао сознательно, чтобы отвернуться от Советского Союза и переметнуться в лагерь американцев, это была абсолютно стратегия, выверенная годами. И это была политическая ориентация. Мао Цзюдуна его и Сталин называл редиской, да, не просто так, сверху красная, внутри белая. Это может быть исторический анекдот, а может быть нет, потому что действительно так. Ну, Мао это был классический троцкист, да, значит, это левый либерал, значит, и он всегда ориентировался на те силы в США, которые за это выступали. Вот после этого в СССР и в Китае началась многодесятилетняя пропагандистская кампания, которая пыталась дезавуировать, девальвировать и стереть в ничто реально колоссальную помощь китайского народа во время Великой Отечественной войны. А китайцы взяли на себя ни много ни мало второй фронт. То есть, если бы китайцы, я не говорю конкретно коммунисты или партия, нацпартия Гоминьдан, значит, если бы китайский народ не оказывал бы сопротивления японцам, японская бы армия быстро разгромила бы Китай, квантунская армия, то, скорее всего, когда Гитлер напал и подходил к Москве, к Сталинграду, в Москве 41-м, значит, потом были ряд тоже неудач, кончились они Сталинградской битвой, очень большая вероятность того, что многомиллионная квантунская армия из отборных японских солдат ударила бы по Сибири. И сильно бы ударила бы не только по Сибири, потому что если бы они захватили Китай, они бы ударили бы в Среднюю Азию, они быстро бы вышли, у них были танки, самолёты, была очень хорошая армия, хорошая армия, они четыре года с американцами не могли, американцы не могли победить, японцев четыре года, они бы ударили по Средней Азии, по Сибири, вышли бы на Урал, И вы понимаете, о чем я говорю. История была бы уже совсем другой, совсем другой. От того, как сражались китайские коммунисты, и отец Си Цзинпина, Си Джун Сюн, он был в особом районе, книги написаны, особый район, читайте. Владимиров под псевдонимом, такой был советский дипломат, разведчик, который работал в Бирме, умер потом в 1954 году, Власов, его настоящая фамилия. Понятно, почему выбрал такой псевдоним. Значит, если бы китайцы не помогали бы Советскому Союзу, об этом никто не говорит, вообще никто не говорит, впервые Путин сказал, ну, мы, понятно, я специалистов-стоковед, до этого там много лет об этом говорю, то у нас была бы совсем другая ситуация. Это очень важная и в современном смысле геополитическая аспект и деталь, и очень важное направление. Сталин в 13 апреля 1941 года заключил с Японией пакт о нейтралитете. Значит, он, как всегда, Сталин всех обманул, придумал японцам легенду о том, что он не будет их вопрос решать. Японцы, пользуясь внутренней ситуацией, была такова, что они приняли решение сделать ставку, те элиты победили, которые ставили на японский флот. И они ударили по США в декабре 1941 года. Хотя, ну, вот, чисто с точки зрения логики, наживать себе врагов один за другим, но они это сделали по Великобритании. Они начали заниматься оккупацией Таиланда, Сингапура, Вьетнама и так далее. То есть, заниматься колониями Запада. Но почему? Что предшествовало 13 апреля 1941 года? Несколько лет масштабных, самых масштабнейших, кровопролитных боев китайцев с японцами. То есть, мы их заливали оружием, мы занимали за, значит, инструкторы, советские летчики до сих пор помнят в Ухане. Мы поддерживали и Гоминдан. Американцы тоже, кстати, поддерживали Гоминдан, но они коммунистов не поддерживали. А и коммунистов и так далее. Тогда уже советские инструкторы, Чуйков, кстати, герой Сталинграда, он откуда? Откуда он появился? Человек сидел в Чунцине, послом, фактически, военном атташе Советского Союза в тогдашней столице Гоминдановского Китая. И курировал, в том числе, военные поставки и деятельность наших военных советников. В массе литературы написано. Мы заставили Японию с китайцами подписать этот пакт о нейтралитете. И обеспечили себе возможность концентрации на западном направлении. Кстати, это многое говорит о том, что Сталин там ничего не знал, Гитлер его обманул. Да нет, все знал, готовился. И дипломатическая подготовка шла. И на Восточном фронте мы себе сделали стабильную обстановку. И жертвами, китайские жертвы, их китайские оценки, 35 миллионов человек. Не, ну мы знаем, что китайцев много. Но тогда население Гоминдановского Китая, ну дай бог, 350-400 миллионов человек было. То есть это 10% населения. Военных жертв тоже очень много. Порядка полутора миллионов, значит, и гоминдановских войск, и коммунистов. То есть, ну, наверное, даже 2 миллиона более справедливая оценка. То есть 2 миллиона китайских военных положили жизни, в том числе за свою независимость. Ведь они могли сдаться. История Китая сколько знает истории? Маньчжорам сдавались, монголам сдавались, там, да кому только не сдавались. Там, всяким кочевникам, варварам и так далее. Нет. Нет. Именно Советский Союз помогал оружием. Они не сдались. Они боролись. Это заставило Японии отказаться от своих военных планов в отношении, значит, выхода к Средней Азии, к Сибири, к Дальнему Востоку. И это обеспечило нам победу. Меня критикуют. Мне говорят, как, китайцы? Какие китайцы? Вы что, мы сами выиграли эту войну? Нет. Без хороших друзей не сделаешь никакого хорошего дела. Вот китайцы были хорошими друзьями настолько, что положили 10% населения ради этой победы. И ради того, чтобы Сталинградский Чуйков стал героем Сталинграда, и для того, чтобы мы дошли до Берлина. Потому что по-другому могло быть все, все по-другому, если бы китайцы сдались. Они не сдались. И Си Цзиньпин, и его отец Си Джуньсюнь были как раз в эпицентре, в жерле этого вулкана, сражались с японцами и так далее. И закономерный итог, соответственно, победа Советского Союза. Именно из-за поддержки китайцев. Не только, но главное, что не без этого. Потому что трудно было представить, если бы была война на два фронта. Почему постоянно это повторяю в течение 15 минут? Я хочу, чтобы это было очевидным стало. Что это очень много. А потом, представляете, какая жестокая несправедливость произошла. Какая-то провокация на Даманском. Вот этот, значит, революционер, в каком-то смысле авантюрного характера человек Мао Цзюдун, вот, начал раскачивать эту лодку. И, по сути дела, вбил огромный клин в советско-китайскую дружбу. И это послужило возможностью для того, чтобы переметнуться к Соединенным Штатам уже после его последователей. Они занимались этим, его преемники, значит, и так далее. И это, к сожалению, мелкая провокация перебила в информационном поле. Но нас бомбардировали, это 69-го года, сколько? 60 лет. 60 лет, по сути дела, нам вот не было. Вот вчера, по сути, прорвал наш президент, значит, вот эту вот стену пропаганды, лжи, что китайцы нам не помогали. Да, они помогали, да еще как помогали. И сдерживали Японию, и коммунисты наступали, и гибли, и так далее. И жили в этих пещерах. Японцы бомбили этот Ян Нань, в которой же отец Си Цзиньпина жил, руководил этим районом, наряду с Гаоганом и так далее. Это требует постоянного повторения, этот подвиг китайцев. Особенно в нынешней, значит, исторической реальности этот подвиг не должен забыть. И ни отец Си Цзиньпина, Си Цзиньсю, ни Гаоган, и Лиу Джидань, и другие герои, значит, и гражданской войны китайской и так далее. Мы должны их вспоминать, помнить, а не только Мао Цзэдун, повторять бесконечно сто раз. Мао Цзэдун, раз он на купюрах китайских изображен, что теперь? Надо всех остальных героев гражданской войны забыть и так далее. Вот. Очень важно. Все это подробно написано в телеграм-канале с дополнительными подробностями историческими и так далее. Подписывайтесь, если вам интересно. Пишите комментарии. Будем на них отвечать, значит, своевременно. И, может быть, действительно какой-то исторический экскурс тоже будет. Спасибо. У современного Китая и России тоже общий один фронт противостояния коллективному Западу, так называемому коллективному Западу, который, как мы видим, все больше и больше дробится на какие-то составляющие части. И в этой связи вообще удивительно заявление американского бизнеса, который, несмотря на то, что страны G7 буквально сегодня решили совместно противостоять растущему экономическому влиянию Китая в разных частях планеты, об этом Bloomberg сообщает, G7 это в том числе и Соединенные Штаты. Так вот, американский бизнес, оказывается, ждет Си Цзиньпина в Штаты. Якобы визит запланирован в конце этого года. Об этом заявил топ-менеджер авиастроительной компании Boeing Дэйв Кэлхун, анонсируя скорое возобновление экспорта самолетов 737 MAX в Китай. Мол, китайские авиаперевозчики, они просто так не могут наблюдать, как европейские авиакомпании завалили наши заводы, заводы Airbus с заказами, что мы вот не успеваем отгружать самолеты. Здесь, конечно, американцы лукавят, потому что в прошлом месяце поставки Boeing сократились вдвое в апреле из-за очередного обнаруженного дефекта у того самого Boeing 737 MAX. Но все-таки главный брос, понятно, вот этого исполнительного директора Boeing, то, что Си едет в Вашингтон. Или не едет. И американская сторона выдает желаемое за действительное. Ну, во-первых, дадим классификацию источника новости. Цхайсин — это китайский коммерсант, ну, аналог полный, да, то есть это достаточно мощная, независимая, в Китае есть независимая СМИ, негосударственно-частная СМИ, которая, значит, редакция которой в Гуанчжоу, в Шанхае находится, главных, самых крупных экономических центрах решения экономических вопросов в том числе. Я не видел, чтобы Цхайсин когда-то выдавала бы откровенные фейки. Ну, это серьезное издание, это, ну, не знаю, чем сравнить Соединенные Штаты. Крупное коммерческое издание, ну, коммерсант ведомости и так далее. И то, что глава Боинга, а Боинг — это один наряду с Аэрбасом, это основной поставщик, значит, самолетов в Китай, и конкурент Аэрбаса, мы помним, недавно, значит, был Макрон, и, значит, тоже посещал Аэрбас, то есть некая конкуренция за китайский рынок между европейцами и американцами наблюдается, но это очень птица очень высокого полета. Вы можете обратиться к истории современной России, понять, кто, значит, работает с авиапромом, кто распоряжается авиалиниями и так далее. Вы поймете, что там люди, как правило, их позиции всегда сопряжены с очень высоким политическим положением, то есть они знают внутреннюю ситуацию. Я говорил в своих эфирах, не здесь, возможно, здесь, я не помню, многократно об этом говорил, что китайцы добиваются от американцев своих, значит, своих определенных национальных интересов так, чтобы американцы встали на их позицию. И то, что мирный план был китайский по Украине, ну, я не знаю, могу спойлер сделать, то, что Си Цзиньпин поедет в США, он поедет только в одном условии, американцы с китайцами договорятся решить украинский кризис. Это, если это конец года, значит, на конец года мы будем ожидать заморозки полной боевых действий на Украине. А что это, значит, конец этой эпопеи или, наоборот, начало какого-то очень интересного, более крупного, значит, витка международных событий, об этом сейчас поговорим. Значит, ну, если китайцы опубликовали в первой, второй декаде февраля свой мирный план, значит, который мы обсуждали вот на эфире 23 февраля здесь, в праздничный день, это означает, что примерно полгода они заложили где-то на переговоры. Об этом говорил, значит, подчеркивал, значит, к более-менее к августу, да, значит, сентябрю, то есть конец года после четвертый квартал, октябрю, уже, в принципе, наметятся окончательные черты. В каком этапе, значит, у нас было пять стадий принятия мирного плана, значит, отрицание, гнев, значит, и так далее, у Соединенных Штатов и так далее, значит, они близки, а сейчас мы где-то находимся на третьей стадии, это торг называется. Извините за такую нехорошую аналогию, потому что эти пять стадий, это пять стадий принятия смертельной болезни. Значит, сейчас идет торг. Смертельная болезнь – это конец гегемонии США, это наступление Китая по всем фронтам. Значит, сейчас идет торг. Торг, и видно, что события в Италии, что пытается Италия сейчас одного пояса, одного пути отказаться. Поездка Цингана, значит, в Францию, Германию и Норвегию, если не ошибаюсь, значит, тоже это элементы торга глобального. Торг идет между Китаем и Украиной, между другими участниками, очень важными, не буду говорить, какими, на процессах, но оно идет. И сейчас собирается Ван Ван Тао, министр коммерции, лететь в Соединенные Штаты. Все, кто читает телеграм-канал, знают, что Ван Ван Тао – это человек, который был назначен прямо одновременно синхронно с инаугурацией Байда, с избранием Байдена президентом США, и сразу пошел рост американо-китайской торговли. Это бывший руководитель одной из… значит, начинал карьеру в Комсомоле, в Комсомольской, значит, Комсорг, крупного аэрокосмического университета в Шанхае. Как и очень многие сейчас современные Политбюро, хоть дзиньтаовских комсомольцев Си Цзиньпин выбрал, выгнал из своих, по своей итерации пришли более нейтральные, умеренные прозападные политики, часть Политбюро состоит из них. Один из них – это Литян, шанхайский тоже комсомолец, значит, Дин Сюэсян, Хан Джен и Иван Ван Тао – это вот, значит, одна группа. Это люди, которые из очень могущественного группы. То есть, с одной стороны, из Шанхая, более шанхайский регион, с другой стороны, они, значит, более-таки умеренные, нерадикальные, они не настаивали никогда на смене власти, значит, ухода с Си Цзиньпина и так далее. Вот Иван Ван Тао, министр коммерции, летит сейчас в… хотя, заметьте, Ллойдом, Остином не общаются, уже Лушаеда отказывается от встречи. По информации Financial Times, японская уже газета, раньше, три года назад они купили японцевого британца, знают много про Китай. Значит, соответственно, другие… Звонки не берет Байден, его спросили, как у вас с Си Цзиньпином. Это в процессе, значит. Уже месяцы, значит, это значит, если китайцы, значит, активно делают вид, что им ничего не нужно, значит, они хотят, значит, услышать ваши условия по переговорам. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что у нас буквально 30 секунд, я договорю, а потом, значит, мы идем на рекламу, как я понимаю. Значит, речь идет о том, что подготавливаются условия к большой сделке по Украине, и это, несомненно, отразится на нашем внешнеполитическом и, самое главное, внутриполитическом процессе в 2024 году. Ну и, Павел, наверное, пора. Пора. Китаевет-публицист Николай Вавилов, телеграм-канал Николая Николаевича, еще раз напомню, называется Китай Николай Вавилов, наш телеграм-канал Вести ФМП.